МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Докторант Пусанского, если я где-то буду ошибаться, вы меня сразу же перебиваете, Национального университета Корея. Города Пусан. Также у нас Максим Илин, тренер по дронам Малой компьютерной академии Северо-Восточного федерального университета. Добрый день, что пришли к нам. Владислав Трофимов, ученик восьмого класса. Ведь так? Отлично. Давайте, ребята, просыпаемся, не спим. Так, идем. Сарелла Романов здесь. И Илья Климов. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну что, дорогие, наверное, я первый вопрос задам Марии. Мария, вот расскажите, пожалуйста, если я не ошибаюсь, вы у меня до эфира рассказали, что состоялись соревнования. Да, международные соревнования. Международные. Расскажите об этом. Ну, у нас сначала было два дня международный лагерь, ну, получается, летняя школа по дронам, и потом последний день, 31-го числа, третий день у нас будет соревнование международное. К нам приехали корейцы, 19 человек, 15 школьников, два студента и два тренера. Один из них является президентом компании HumanRC, мистер Ли Чум Ёль, который как раз этих дронов и создает, получается, в своей компании HumanRC. Он также является главной судьей и организатором в ассоциации спортивных дронов Республики Корея, и там он проводит международные соревнования. Сколько всего участников было? Это впервые в Якутии, в Республике Саха-Якутии? Да, ну, у нас, получается, это были первые соревнования у нас, получается. Их было 35 у нас участников. Средний возраст? Средний возраст, с пятого класса, ну, студенты тоже у нас были. И на самом-то деле мы проводили уже занятия по дронам с 2013 года проводим, но это было в рамках международной летней школы по IT-работотехнике. Вот, а сейчас мы в этом году отдельно провели летнюю школу. Ну, все-таки цели какие были главные? Выявить талантливых учеников, студентов? Ну, да, выявить талантливых. Просто сейчас дроны очень активно начали использовать, и, ну, знаете, четвертая индустриальная революция, скоро тоже вот, в этом году тоже появилась в России специальность операции. Объясните нашим телезрителям, может, некоторые не знают, что вообще, что это такое, дрон? Дрон — это беспилотный летательный аппарат. Бывает, бывает, разных, получается, по лопастям, в зависимости, квадрокоптер, когда называют, это вот у них есть четыре пропеллера. В нашем случае вот это квадрокоптер. Дрон — это получается без камер, правильно? Ну, это просто беспилотный летательный аппарат. Или квадрокоптер — это тоже дрон? Нет, почему? К квадрокоптеру тоже можно добавить камеру. Бывает еще дроны, у которых есть мульти, называется коптер, у них побольше, получается, пропеллеров. И к ним вставляется камера. В нашем случае это учебный, получается, дрон для именно таких соревнований, для тренировки. Вы, наверное, видели уже дроны, которые вот используют в видеосъемках, такие большие, которые именно могут камеры... Фантомы различные. Да, фантомы различные. Они вот к ним камеры подключают. Также я хотел бы спросить, вы купили этих дронов или самостоятельно, своими руками собрали, реконструировали? Эти дроны у нас... И детали откуда вы нашли? Все эти детали предоставлены были компанией корейской HumanRC, господина Ли Чунгьон. Они все эти детали сами у себя в компании создают. И после этого ребятам дали, и они собирали их. То бишь, они приклеивали, паяли, соединяли все там моторы, пропеллеры, все это было. Ну вот ребят спросим? Да, конечно. Давайте, ребята, представьтесь и расскажите, сколько... Я спрашивал до начала прямого эфира, сколько месяцев вы занимаетесь этим направлением? Вы сказали, что три дня, правильно? Три дня. Ну, кто первый? Сорел, наверное? Сорел. Меня зовут Роман СРЛ, я учусь в 12-й школе, закончил 6-й класс и начал заниматься с дронами в 2017 году. Что привлекло тебе? Меня привлекло... Именно тебя. ...что можно управлять дроном. Это так необычно или... Да, это точно необычно. А можно же поменять. Дрон это как игрушка, правильно? Для тебя как игрушка. Ну, типа этого. Или ты как-то массово это думаешь? Нет, это не игрушка, это работа. Ну да, там мы собирали это вместе, паяли и все такое. И как, сложно было? Нет, не сложно. Да, ну вот Илья, наверное, хочет что-то рассказать нам. Я вообще вот случайно попал. Учитель по математике прислал СМС, что вот проводится такая школа. Я подумал, почему бы и нет. Интересная тема. Знаю, что сейчас активно используется дрон, обеспилотники всякие. Ну вот эмоции положительные только. С корейцами познакомился, пообщался с ними. То есть они поддерживали постоянно. Что ты нового узнал? Ну я узнал, как вообще изнутри дрон выглядит. Мы сами, то есть, его собирали. Ну как управлять им, конечно. То есть может показаться, что это очень легко со стороны. Да, со стороны очень легко смотреть. Ну там вот малейшее движение, и он уже как бы вверх летит. То есть если дернуть сильно, то можно его и разбить там в потолок, сюда. Я понял, Эльян. А бывали такие случаи, когда ты разбивал как следует свой дрон? Да, вот первый раз взял дрон и получается его в пол сильно направил. И пенопласт треснул. Пришлось его заклеивать. Корейцы взяли кнут или там палку, или по рукам. Не довольный посмотрел на меня кореец. Ну потом нормально. Потом вроде бы освоился и уже стал управлять им более-менее. Ну преподаватель постоянно поддерживал меня. И вот занял второе место на соревнованиях. Достиг результата. Ну ты доволен, получается. Ну да. Первый раз и второе место. Благодарность хочу выразить огромным организаторам, что такая возможность предоставилась. Ну вот участвовать в таком мероприятии. Первый раз взял дроны. Ты молодец, Эльян. Чувствуется. Сколько тебе лет? 14. А, 16 лет. Мужик. Так, ну и Владислав? Скромный такой сидит, а по правде ты занял первое место. И в двух категориях. В двух соревнованиях. В двух соревнованиях. Да, это было очень легко. Так просто, да? Да. Ну, говорят, что управлять дронами это очень трудно. Ну, мне это показалось очень легко. Первый день, когда после того, как мы их собрали, это было трудно. Но на второй день я летал лучше всех. Мне сказали так кореец, который обходил и смотрел. И также учитель из Кореи тоже сказал, что я очень хорошо летаю. Пригласил в Корею? Нет. Прилетай к нам на своем дроне. Нет. Ну, хорошо. У ребят еще спросим потом. Теперь я бы хотел спросить у тренера. Человек, который научил все-таки. Это уже сложно управлять дронами. Максим, вот расскажи, пожалуйста, какие особенности дронов имеются? Это квадрокоптеры имеют четыре винта. Но они бывают разные? Да. Квадрокоптеры поворачивают, когда обороты увеличиваются в этих винтах, именно по диагонали. И налево поворачивают, когда эти винты крутятся быстрее, и направо, если противоположное. А летают наклонами, когда увеличивается обороты задних, передних, левых, правых. Так. Ну, вы рассказали о хорошо. Теперь можно ли попробовать в прямом эфире все это? Можно. Я не умею. Если что, я, наверное, больше уроню или я сломаю. Так что не беспокойтесь. Я буду стараться. Главное не переживать. Да? Хорошо, по опыту Ильи. Давайте я стану. Сосредоточься на что? Хорошо, я настроился. Ну, сейчас вы сами покажете. Ладно. Стать единым целым нужно настроить. Угу. И вы можете комментировать, Максим, что сейчас произойдет. Сейчас. Это старт. Еще дрон. Ага, мы включаем дрона. То есть заранее надо программировать дрон, правильно? Нет. Нет? Нет. Чудо. Смотрите. А максимальная высота дрона, этого дрона? А эти невысоко летают. Невысоко? Да. То есть 5 метров, 10 или 300 метров максимум можно забросить. До 4-5 этажа. До 4-5 этажа. Это примерно сколько метров? 20 метров, да? 20-25. Так, наверное, я уронил, мне так кажется. Так, что я должен делать? Это газ. Обычно корейцы как обучали, Илья? Они сзади вставали. Сзади вставали, да? Да, и руки как бы помогали. Хорошо. Давайте, ради вас. Так, Максим, можете сзади встать. Наверное, так. Давайте вот так сбоку лучше. Вверху с своими руками. Это газ. Какой газ? Вот, вверх и сверху. Так, ребята, осторожно. Защищаем лица. Это повороты вокруг себя. Ага. И наклоны. Влево, направо. А поднять как можно? Вот газ. Оу. А теперь я сам попробую-ка. Так, ребята. Так, наклоны куда? Удастся, это вперед. Все, я что-то чувствую, да? Да. Или мне кажется? Вот, вот. О, господи. Шок, 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 Илья. Илья, помогай. Вверх не надо, я знаю, да? Сейчас наверху опасно. Вперед куда? Как нажать? Назад. Подскажите. Налево. Налево. Оп, 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 оп. Какой он чувствительный-то. Ладно, сейчас сами возьмите его. Вау, ну впечатление, да. Такое ощущение, как будто на Новый год мне подарили то, что я хотел. Это дрона. А сколько они стоят вообще? Ну, они нам... Любой желающий может своими руками сделать, собрать. Ну, запчасти-то надо заказывать. Да, но в данном случае они нам его подарили. Все ребята, которые сделали у нас, вот, и не привезли 16. У нас получается 16. 16 дронов? Да, и они у нас есть в Малой компьютерной академии. Они нам подарили. Мы не покупали. Повезло. Что дальше будет? Какие соревнования, чего мы ждем? Ну, мы хотели бы... Ну, вот тоже вот мистеру Ильичу Мьёль очень понравилось. И он нас приглашает тоже на соревнования международные. Когда будет? Пока неизвестно, но, скорее всего, следующим летом, вот, они... Он уже их заметил. И еще заметил других ребят, которые тоже там принимали участие. Он сказал, что их специально даже сфотографировал, сказал то, что, если что, я вам отправлю фотографии, которые он сфотографировал их, и мы подумаем вместе с Василием Васильевичем Максимовым, и отберем ребят, и подготовим, и постараемся в следующем году. То есть сделать сборную? Сборную Российской Федерации, Республики Саха-Якутия или Дон России? Ну, все вместе. Все вместе. Ну, у нас Республика Саха-Якутия, мы как бы работаем, поэтому мы будем отрицать Россию. Ваша задача найти спонсора, опять же, или... Ну, не знаю, если... Или Северо-Восточный Федеральный Университет покупает вам билеты авиа, и вылетит в Калининг. Ну, я не знаю, но было бы хорошо, если было бы спонсором на маленькой... у нас малая компьютерная академия. Обращайтесь, да, спонсоры, если есть. Ну, все, большое спасибо, что вы пришли, дорогие ребята. Спасибо вам. Ага, и надеюсь, что у вас все получится в Карибе. Обязательно, Илья, первое место, первое место. Ну, что, удачи вам всем, и дроны вперед, наше будущее. Всему доброго, конечно, всего доброго, и никуда не уходите, дорогие телезрители. Через несколько минут мы встретимся. Всем привет, привет, привет. Вы смотрите прямое включение, онлайн, вещание. Также вы можете посмотреть наши передачи в Ютьюбе. И, конечно же, повтор 4 часа, 16.00. Ну что, летний эфир продолжается, и у нас в гостях Алексей Амбросев, младший, режиссер нового студенческого фильма, Ализана Слепсова, исполнительница главной роли. Ну что, дорогие, наверное, начнем, конечно же, с Алексея Амбросева, режиссера. Расскажите, что за проект и что за фильм? Это проект, совместный проект с ФФУ ППОС, это первичная профсоюзная организация студенческая, и сахафильма, и совместно со студией Детсад. Продюсер у нас порядец. Уже чувствуется, да, будет весело. Порядец Степан. Наш фильм, рабочее название «Моя чокнутая сестренка». Ого, а чокнутая сестренка – это вы? Это рабочее название. Мы сейчас закончили снимать, съемки у нас закончились, и мы приступаем к постпродажам. Это монтаж, озвучка и все дела. Вот, и... Расскажите о сюжете. Ну, это жанр, это романтическая комедия. Сюжет, на самом деле, банальный, но история, такая, сказать, с одной стороны, простая, но в то же время очень такая глубокая. Ну, всех секретов раскрывать не буду, но это... Не стоит, не стоит. Да, фильм о любви, самопожертвовании, о каких-то высоких чувствах, и о том, что перед каждым человеком встает выбор, рано или поздно, самый главный выбор в жизни, который он должен... Сделать предложение? Нет. Сделать свадьбу, за свой счет. Принять то, что велит сердце. Ну, фильм, грубо говоря, об этом. О студенчестве, о молодежи, но на самом деле это фильм предназначен для всех возрастов. От малого до великого. Плюс шесть, да, получается? Или плюс ноль даже? Ну, примерно. Примерно, да. А фильм когда выйдет? В следующем году? Да, фильм выйдет зимой в следующем году. Точно не будем говорить, но может быть это февраль, март. Примерно. Примерно. Ализанна, вы главная героиня. Да. Как вообще проходил кастинг? Вас, по-моему, не было на кастинге. Да, если честно, я не пошла на кастинг. Я знала, что идет кастинг на фильм, но я не пошла почему-то. Я, наверное, думала, что не возьму. Алексей, много людей приходило? Извините, да, Ализанна. Да, много. Много ребят. Больше ста. Ализанна? Вот. Поэтому я, наверное, думала, что меня не возьмут. Поэтому, наверное, не пошла. Потом, вот спустя некоторое время... Или были уверены, что вас возьмут? Я не была не уверена. Она была такая... Вы не поменялись, получается. Такой же человек. Да, я сама, как бы, тоже по всей этой жизни тоже не грущу. Такая, ну, тоже эмоциональная. Могу быть даже наглой. Поэтому мне было как-то легче играть эту роль. Но все равно я не скажу, что было сложно. Так же я знаю, что главный герой ваш друг. Да, главный герой Андросов Джулсхан. А он мой друг тоже с детства. Поэтому было намного проще с ним играть. Мы не стеснялись. Легче войти в волну. И найти волну. Да, конечно. И не стеснял плыть, как говорится. Вот. Поэтому. И так же я хотел бы спросить у вас. Да вообще, как обычно проходит кастинг? Я вот не знаю. Как артисты выбирают? Вы сидели, Алексей, смотрели, наверное, все. Вы заставляете их кричать, там, изображать каких-то определенных животных. Как это все происходит? На самом деле, как бы, у каждого режиссера, у каждого, у каждой студии, продюсера, ну, свой метод. Есть свой метод, свои задачи, свои жанры, в рамках которого они выбирают. У нас, так как это, как бы, была романтическая комедия, нам надо, ну, важно было найти именно тех ребят, таких же, ну, веселых, таких же, чтобы характер больше совпадал с характерами уже, ну, прописанных в сценарии персонажей. Но все были талантливы по-своему. Да, конечно, все они были талантливые, все они очень красивые. Но дело в том, что, когда мы делали пробы, мы ведь выбираем, допустим, каждый из них бы нормально сыграл, да? Они бы нормально, с какого-то все равно бы, фильм бы вышел. Другое дело, что каждый герой, он дает свою, как бы, интонацию какого-то фильма, да? Поэтому, если бы снимались бы другие герои, то фильм был бы чуть-чуть другим, чуть-чуть в комедию, или чуть-чуть в драму, или чуть-чуть в сатиру вообще иногда может быть. Поэтому в кастинге ты выбираешь больше интонацию всего фильма. И поэтому мы выбрали вот Ализану и Джулс Хана. Также в эпизодах участвуют какие-то актеры. Да, у нас в эпизодах сыграли, как бы, наши популярные артисты театра и кино, такие как Дмитрий Шадрин, Алексей Эркен Егоров, Федот Львов, Валентина Черкова, Дмитрий Байшев, Альберт Наговицын. То есть это такой вот основной костяк. Состав-то, да, мощный-мощный. Вот, и надеюсь, что фильм не оставит равнодушным. А примерный хронометраж фильма, можете сказать, или пока неизвестно? Когда монтаж пока не закончен, пока не могу ничего сказать, потому что всегда бывает по-другому. Ну, смотрите, Алексей, вы режиссер, вы уже увидели полностью, вы сделали так, как хотели, теперь монтаж. Вы будете присутствовать, конечно, говорить, ругать. А вы ругаете своих актеров и актрис? Нет, я не из таких режиссеров. Александра, хватит, все, уходи. Нет, такого не было. В этом плане Алексей Свич очень даже хороший, он всегда поддерживает, очень даже спокойно все объясняет, как все, что делать. Потом, когда вот, ну, все равно много дублей. Когда я ошибаюсь, я всегда, ну, первое время боялась. Ой, все, что-то скажут, типа, извините, пожалуйста, но все, если я сейчас такой, все нормально, ты очень хорошо сыграла, но давай по-другому. То есть спокойное общение, это главное. Да, ну, как бы, мое убеждение, что с артистами, да, ну, надо... Они ранимые люди, я могу сказать. Да, и, как бы, ну, их быть коллегой, да, другом на площадке, а не тираном, как обычно, вот, ну, рисуют режиссеров, да, не верят. Стивен Спилберг, шучу. Угу, да. Вот, поэтому мой подход, ну, какой-то такой иной. Другом быть. Да. И после фильма давайте, ребята, посидим в кафешке, чайку попьем, поговорим, что будет завтра. Да, да. Все просто и легко. А какие были сложности вот у вас, Рязанна? Сложности. Вы же не актриса. Да, я, у меня это первый раз, первый раз в таком фильме и сразу в главной роли, поэтому было очень страшно, конечно, ответственно, но все же было легко, потому что съемочная группа была очень такая дружная, веселая, а друг друга всегда поддерживали. И я, конечно, как каждая девочка в детстве мечтала тоже попасть в такое телевидение, то есть играть какую-то там красивую актрису. Я всегда думала, что так плакать, смеяться, так просто, так просто думала. Но вот сейчас я убеждена, что это все-таки сложно, все равно играть грустную или даже веселую на камере. А часто в жизни вы играли, Ализанна? В жизни? В жизни. Конечно, жизнь – это игра. Хорошо, что ли. Ага. Везде другая. Где-то надо быть деловой, спокойной, где-то надо быть веселой, смотря с кем, где и когда. Все окей. По жизни актрисы. По жизни актрисы, да. Дальнейшие планы? Куда, что, Ализанна? Ну, дальше я буду учиться, конечно, в Суфу, но в плане кино, в плане актрисы, я, конечно, буду очень рада, если буду звать, если буду… Ну, я буду пробоваться. Ну, я не говорю, что вот это не мое, я не буду. Я это не говорю, потому что… Это намек против сера. Это да, все смотрят на Ализанну. Готовая актриса. Ну, мне вообще понравилось съемочный процесс, все это все очень понравилось даже. Да, вот сейчас даже очень как-то грустно. Я каждый день туда шла-шла, а сейчас грустно. То есть плюсы-минусы, получается, плюсы – это съемочный процесс? Плюсы – это съемочный процесс, а минусы – это когда процесс заканчивается. Завершился. Завершился, да. Я сейчас уже скучаю по съемочной группе, уже по своим друзьям. А сколько дней снимали? Месяц людей. Да, ну, почти месяц, считаю, с выходными, но плотных съемочных смен было 20. Ровно 20. А какие вот сложности? Я понимаю, до эфира вы сказали, технические сложности бывают. Это ваш четвертый фильм? Да. Первый фильм? Мумутар. Все мы прекрасно знаем. Потом «Пятнадцать дней», «Аптах Доргон», и вот четвертый фильм. И все-таки вы, наверное, сравниваете, или каждый фильм – это совсем другие проблемы? Да, конечно. Каждый фильм, каждый жанр, он по-своему разный, сложный, свои есть какие-то нюансы. Самый сложный фильм, который вы снимали, где больше локаций? Ну, это Мумутар. У нас там пять улусов было, мы постоянно в разъездах, очень кропотливо готовились. Там, ну, и так как это был мой дебют, поэтому там для меня это все было впервые, и все было очень… Это как для Ализаны? Да. Первый раз снялся фильм. А когда все впервые, очень все кажется большим и сложным. А сейчас, ну, знаешь, нормально на самом деле было. И сейчас тоже вот что-то нормально. Ну, и все-таки в дальнейшем, получается, конечно, вы секреты нам не расскажете, что там будет, сюжетную линию. Мы, в принципе, поняли, да, как есть, так и есть, и мы посмотрим в 2018 году, февраль-март. Что еще, получается, что вот телезрители, зрители, когда придет кинотеатр, что они должны узнать, что они должны взять от этого фильма? Я вообще всегда, когда я снимаю кино, хочу, чтобы зритель выходил из зала чуть-чуть другим, да. Может быть, чуть-чуть светлее, да, чтобы он вдруг хотел что-то изменить, пойти, начать жить, любить. Поэтому с каждым фильмом или спектаклем, ну, с таким посылом жизнерадостным. Ну, большое спасибо, дорогие, за эти слова в конце, которые вы добавили. Любить жизнь обязательно. Ну что, дорогие наши телезрители и дорогие наши гости, большое спасибо, что вы пришли к нам, рассказали о фильме, который выйдет в 2018 году. А, дорогие телезрители, никуда не уходим, потому что НВК вы можете смотреть хоть до конца, потому что НВК Саха-24 – это самые лучшие каналы. Так что встретимся через два дня. Всего самого вам наилучшего, всего доброго.